Всем привет, дорогие друзья и враги. Вчера, значит, был Куролтай в Атырао. Это, знаете, такое мероприятие, где вроде как такие, как представители народа, должны доставить, скажем так, к руководству государства свои чаяния. Ну, в данном случае президента. Это такое продолжение печально известного НСОД, Национальный совет общественного доверия. Это та организация, куда запихали типа лидеров общественного мнения, которые состояли, наверное, на процентов 40 из всяких нациков и просто дегенератов. И они не то, что не знали, чем народ живёт вообще и думает, чаяния народа. Они элементарно типа, в кавычках, проспали январь 22-го года. Ну, на самом деле, они его просто провоцировали. Для них это было типа якобы там всё сюрпризом и так далее. Хотя, ну, если вы посмотрите мои видео, я постоянно говорил о том, что все эти товарищи, они как-то задействованы с КНБ. Масимов там этим всем руководит всей этой позиции. Я всегда задавался вопросом, зачем это всё делается силами КНБ. Ну, теперь-то мы знаем, зачем это всё делалось силами КНБ. Так вот, на этом Куролтай, хотя можно называть его по сути НСОД, было крайне закрытое, скажем так и странное это всё мероприятие. И там выступали крайне сомнительные личности, например, ну, все те же самые лица, которые были в НСОД. Например, ЛГБТ-активистка Айман Умарова. Причём есть фотография её, что она у микрофона стоит и вопросов в сети интернет, при этом видео нет, которое она задаёт. А нет этого почему? Потому что Умарова продвигала там ЛГБТ-повесточку. Напомню, что она на восьмой, ну, она вообще является подружкой ЛГБТ-активистов и с ними ездит на всякие там мероприятия за границу и представляет там якобы как официальное лицо Казахстана. Но при этом на восьмой марта, когда отменили у нас парад ЛГБТ, она в Фейсбуке у себя написала, что ранее в составе Национального совета общественного доверия, где она была, она лоббировала как раз-таки эту ЛГБТ-повестку в Казахстане. А теперь митинга ЛГБТ нет в Казахстане, вот его отменили. Она по этому поводу очень сильно негодовала. Цитирую. Она ссылается на статью в СМИ, где ЛГБТ-активисты жалуются, что им отменили марш и согласовали там Акиматовскому движению. И Умарова пишет, кому такая показуха от Акимата нужна, кроме самого Акимата? Мы в НСОД ОНО двигали, был принят пакет политических реформ. В итоге всё вернулось в освоясь. Ну, здесь мы понимаем, что Умарова недовольна, негодует, что ЛГБТ-повесточку отменили. И вы, наверное, зададитесь вопросом, почему Умарова вообще пишет так кряво и вообще ничего не понятно. В принципе, она так же и разговаривает, и хрен поймёшь, что она говорит вообще. Слов много, толку вообще мало. Дело в том, что она немного, скажем так, слабоумная. Но те, кто с ней судился или кто её нанимал в адвокаты, прекрасно знают, что она как адвокат полный ноль. Её даже оставляли, когда она училась, на второй год, из-за того, что у неё хромосомы пару не хватает, вот из-за этого её оставили. И помню, как в университете, как мне дипломы на второй год оставили, потому что один профессор уже... Вот этот харассмент тогда был. Помогался вас? Да, помогался, я дипломы принесу, говорит, нет, дипломы спрятал он там. И вот так вот пришлось мне на второй год остаться даже. Ну, естественно, сейчас, благодаря этой ЛГБТ-повесточке, она списывает это всё, тоже своё отставание по учёбе, на некие там домогательства. Ну, давайте будем честны, что это крайне, скажем так, маловероятно, что до неё кто-то там пытался прям на неё позариться, на её, скажем так, 150 килограмм счастья. И она там не нашла каких-то якобы законных путей, чтобы приостановить эту деятельность, всё домогательство к неё и получить этот диплом. Сейчас удобно как бы списывать всё это на какие-то там домогательства. У нас конъюнктура такая в принципе вообще в мире. Но она как юрист, естественно, не должна этим заниматься, она должна это, свои обвинения, прежде чем обвинять кого-то доказать. Но доказать она это, естественно, не может. И самое смешное, что её ещё наш многоуважаемый президент умудряется при этом называть каким-то там известным адвокатом. Сегодня достаточно эмоционально, но в то же время обоснованно выступила известная адвокат Аймана Маро. Я согласен с ней. Ещё раз говорю, она никакой не адвокат, а обыкновенный лоббист ЛГБТ, и она сейчас лоббирует закон СБН. То есть этот закон для ЛГБТ специально создан. Сейчас у нас по закону мужчины, женщины, инвалиды, любые категории граждан документально, то есть законодательно, они у нас равны. То есть у нас инклюзивное на самом деле общество. Ну на документах, по крайней мере. Но вот ЛГБТ, они хотят принять закон, чтобы изменить этот баланс, чтобы в законе женщины занимали какой-то особенный статус. Это нужно для того, чтобы Дариган Назарбаева, она у нас вообще, если кто вдруг не знает, женщина, стала президентом, первым президентом женщины в Казахстане. И набирала для своего президентства в будущем критическую радикальную массу ЛГБТ-активистов в качестве своего активного электората, которые будут за неё голосовать. В чем ей активно, получается, и помогает министр информации и культуры Аида Балаева, которая, в общем-то, и организовала весь этот курлтай. И на рекламном официальном видео из инстаграма Балаева как раз-таки на первых секундах появляется, то есть она рекламирует сама себя. Но помимо ЛГБТ, Умарова продвигает ещё и либерализацию распространения запрещенных веществ, так как Умарова сама употребляет. У неё всегда есть в сумочке заначка, её если когда-нибудь шамануты наконец-то, то дадут ей наконец-то существенный срок. Ждём, не дождёмся этого самого момента. И она лоббирует вот этот закон, чтобы снизили ответственность за распространение для закладчиков. В идеале они хотят довести ситуацию до того, чтобы закладчикам не давали вообще никакие реальные сроки, а давали только условный срок при первом аресте. Опять же, из курлтая её вопрос, видео-вопрос, вырезала Аида Балаева. И распространили видео, оставили только лишь ответ, короткий какой-то комментарий Такаева. Я согласен с высказыванием Аймана Умаровой, что надо посмотреть, надо наказывать тех, кто производит и торгует, вернее, способствует торговле наркотиками. А вот те, как называемых, курьеров, ну, конечно, их надо привлекать, но, видимо, не на такие сроки, надо дифференцировать. Это моё поручение. Правоохранительным органам, я надеюсь, депутаты тоже приступят к этой работе. То есть снижать ответственность, конечно же, ни в коем случае нельзя за распространение. Кстати, даже Путин на такой вот лоббизм ответил отказом, что снижение в России ответственности никакого за это не будет. Это правильная позиция. У нас же сейчас по статье, собственно, минимальное наказание от пяти лет. Много это или мало? Я считаю, на самом деле это мало, потому что чуть позже объясню почему. Но скажу лишь то, что либерализация за употребление и распространение это то, что было на Украине в период 13-14 годов. Еще, кстати говоря, при Януковиче это началось. Они перестали сажать людей за хранение сначала, потом все дошло до метадонового лечения, так называемых больных. Лечение здесь, естественно, используется в кавычках. Елена пристрастилась к наркотикам больше 20 лет назад. Тогда ей было всего 18. Сначала мак, потом ацетилированный опий. Зависимость развелась очень быстро. Сами их инъекция боялась, но потом, естественно, перешла на инъекции. Сами варили сухой мак, варили на ацетоне сначала, потом на растворителе. В 2005-м Елена начала лечиться. Полностью избавиться от зависимости не удалось. Она проходит заместительную терапию. Вместо нелегальных паткотиков принимает метадон. Его выдает государство. Так лечат зависимость почти во всем мире. Елена вернулась к нормальной жизни. Она работает и растит внуков. Намного стало лучше. Во-первых, я ушла от криминала. Найти деньги честным путем на ацетике – это нереально. Это может быть месяц, два, но не больше. Это очень большие затраты денежные. И поэтому без криминала тут никак. Но, по крайней мере, я могу получить то, что мне надо для нормального образа жизни. Это не то, что я получу кайф. Я просто буду адекватная и здоровая. За хранение паткотиков Елена отсидела два срока. Сейчас за это дают до трех лет. Но уже скоро за хранение небольших доз для себя будут просто штрафовать. Новую стратегию в отношении паткотиков уже одобрил Кабмин. Правительство предлагает не сажать паткоманов за обнаруженные у них паткотики, если их количество не превышает 10 доз. Правда, сколько это? 10 доз – пока никто не знает. В законодательстве нет четкого разъяснения, что такое доза. Среднее количество дозы. Если для одного человека доза – это 0,01 грамма, допустим, алихуана, кокаина или гиаина, то для другого – это грамма. Напомню, что еще 10 лет назад эти темы начала поднимать в Казахстане Дарига Назарбаева, то есть приемная дочка Назарбаева. Примерно в одно время, кстати говоря, как на Украине начали происходить вот эти вот реформы по либерализации. Из конопли по всему миру производится 25 тысяч видов продукции. Сегодня, может быть, настала пора на самом деле эту произрастающую дико-коноплю использовать именно в хороших целях, в медицинских целях, в целях развития народного хозяйства. Как мы смотрим на то, чтобы передать эти земли в управление крупным фармацевтическим компаниям, которые бы построили там завод и производили бы эту продукцию. Однако реформы, предложенные Даригой, реализовал на Украине Владимир Зеленский, президент Украины. Но школа у них плюс-минус одна и та же. Как видите, они оба, кстати, клянутся, что вообще не употребляют. Надеюсь, что меня не обвиняют в том, что я нахуй. Я никогда в жизни даже не пробовала и не нюхала. И даже не знаю, как она шапахнет, честно сказать. Охотно верим. Что мы имеем в перспективе? Мы имеем бесконечный потенциал закладчиков. Если убрать из списка детей, стариков, инвалидов, то есть те, которые не могут работать закладчиком по техническим причинам, то порядком 7 миллионов человек могут быть потенциальными закладчиками. Если давать им условное наказание, то получается, это 7 миллионов. Их можно по кругу вот так вращать бесконечно. То есть судимость погасил и снова может попасть в строй. Если поймают, опять дадут условку. И теперь маркетплейсы, которые будут вербовать закладчиков, они будут говорить, что им светит максимум условка. Так как деньги очень хорошие там предлагают, то, конечно же, многие согласятся. Это просто увеличит, масштабирует, скажем так, распространение этой эпидемии. Сейчас напомню. У них самая мягкая статья, это от 5 до 10 лет за распространение. Я бы, честно говоря, сделал минимум 10-15 лет. Специально для декриминализации этой статьи Аида Балаева создала группу гражданских активистов, которые якобы выступают за либерализацию под прикрытием того, что молодежь, которая распространяет эти вещества, она сидит якобы ни за что. На самом деле вся эта группа состоит из людей-лоббистов, ранее судимых по этой самой статье за распространение. Их продвигает, кстати говоря, сводит с Балаевой Михаил Козачков. Устраивал он там круглый стол с этой Аиды Балаевой. И они даже снимали фильмы на деньги Министерства культур и информации о том, что употреблять это не так уж на самом деле и плохо. Легализация легких аутика, в частности, Ахуаны. Потому что, во-первых, у нас есть перед глазами пример развитых стран, где Ахуана уже легализована. Это половина Соединенных Штатов уже легализовала Ахуану. Это Германия легализовала Ахуану. Ну, Голландия, как известно, тоже. Канада легализовала. И вот я, например, думаю, что если Ахуана будет легализована, и, скажем так, для лечебных целей, то просто какой-то большой пласт потребителей химикатов, он будет просто употреблять эту Ахуану, ну, чтобы расслабиться и немножко покайфовать вечером. Получается, ничем спекулирует сейчас эта группа лоббистов. Типа, они же дети. Они не знали, что за это могут дать от 5 до 10 лет, в лучшем случае. Поэтому их надо простить, ну, и понять. И вот на незнании этом уехало на зоны какое-то энное количество людей, у которых тот же самый Миша Казачков поехал потом брать интервью. И везде вот в этих интервью леет мотив такой. Сидят люди несправедливо и, мол, слишком большие наказания надо давать, ну, условно, в лучшем случае, не хотят добиться, чтобы давали условное наказание. Просто я решил заработать денег не недавно в том месте. И я даже не знал, что дают такие сроки, что это наркотики, что это все так плохо на таком уровне. А какой срок ты считаешь справедливым для себя? Если честно, мне кажется, каждому по-разному понадобится время. Мне про тебя спросить. Про меня я уже сейчас готова выйти. Ты считаешь, что ты заслужил этот срок или нет? Я виноват в какой-то степени? Ну, наверное, не на такой большой срок, скажете. Да. Но проблема в чем? Если в этой стране кто-то не знает какую-то информацию, и это становится проблемой социальной, как в данном случае, то есть люди уезжают, они реально не понимают, за что они, вот такие большие сроки. То в этом виноваты не плохие законы страны, а министр информации и культуры Аида Балаева. То есть те закладчики, которые не знали, что их посадят, и дадут от пяти лет в лучшем случае, и в их посадке виноваты в итоге министр культуры и информации Аида Балаева лично. Потому что она не справилась с тем, чтобы донести до населения страны информацию о том, что нарушение закона в таких конкретных статьях может нести серьезное наказание и серьезную ответственность. Но вот не справилась она с этим. И, конечно же, она не справилась с этим умышленно. То есть это государственная измена с ее стороны была. И на деньги министерства и культуры информации снимают потом, наоборот, фильмы о том, что якобы наказания по этой статье несправедливые. И наш многоуважаемый президент лоббирует в итоге буквально эпидемию в области распространения этих самых запрещенных веществ. Зачем это и кому нужно? Это нужно Дариге Назарбаевой. Речь идет не только об огромных деньгах, хотя деньги здесь, естественно, огромные. Тут огромный политический интерес, на самом деле. Я уже говорил, что Дарига хочет стать президентом. А за Даригу, я уверен, вы со мной согласитесь, могут проголосовать только сумасшедшие. Мы уже определили, что это будут ЛГБТ-активисты. А там, как вы понимаете, с головой все очень-очень плохо. Ну, распространяют они даже всякую дичь антинаучную, что типа существует якобы ген гомосексуализма. Якобы они такими не становятся, а рождаются. Это полностью антинаучный бред. Так вот, распространение запрещенных веществ, это тоже связано с психическими заболеваниями. В целом, технология отработана на Украине. На Украине, по данным ВОЗ, на 2023 год приходилось 10 миллионов патриотов, страдающих психическими расстройствами и заболеваниями. Из них 3,5 со средним уровнем патриотизма. И прям и тяжкие, и тяжкие. И как вы понимаете, вот стены расписывали по всей Украине вот эти все годы с лозунгами ПТН, ПНХ, именно вот эти товарищи. А эти товарищи за любого проголосуют, кто будет против Путина. Даже за Доригу Назарбаеву. Так вот, употребление запрещенных веществ в любом количестве, даже косячок дунуть, чтобы покайфовать, вызывает отклонение. И та метадонова украинка, я надеюсь, послужила вам каким-то наглядным примером, не то, что там тяжелые. Тяжелые-то само собой. Вашу психику просто вообще уничтожат. От нее ничего не останется. А даже легкие, якобы в медицинских целях, могут оставить у вас отклонения на десятки лет какие-то в виде панических атак и так далее. Поэтому они сейчас и лоббируют снижение ответственности, чтобы масштабировать вот эту вот историю. Да, безусловно, она на этом Дорига хочет заработать. Но в целом это вопрос политический, это вопрос политических амбиций. А то, что они спекулируют, что вот закладчики ни в чем не виноваты, они не знали. Мне, конечно же, тоже жалко молодых людей, что они там свою жизнь тратят. Но я бы сроки еще увеличил на самом деле. Если кто-то в этой стране не знает чего-то о том, что за это серьезно есть наказание, то это вина министра информации и культуры Аиды Балаевой. А делают они это, то есть держат людей в вакууме умышленно. Там структура простейшая. Дорига наняла Марата Тажина. А Тажин является руководителем Аиды Балаевой, там же Ерлана Кайрина, Маулена Ашимбаева, Досыма Садпаева, Вадима Барейко, Айман Умаровой. То есть это заговор. Держать в информационном вакууме малолеток, которых потом вербуют закладчики, а потом дают им серьезные сроки. Это заговор. То есть умышленные диверсионные действия, созданные лично Доригой Назарбаева. Если завтра по всем СМИ будут распространять, что закладчиков начинают щелкать, как семечки, и дают молодым людям по 10-15 лет, и из тюрьмы они выходят уже, скажем так, при пенсионном возрасте, то я уверен, количество желающих разменять 20 лет своей жизни на какой-то сомнительный заработок очень сильно поубавится. Как сказал Великий, один расстрелянный призван спасти жизни миллионам своих соотечественников. Конечно, в конечном итоге это все звучит очень нелиберально, по-диктаторски я бы сказал, но когда мне кто-нибудь скажет, сможет вообще обосновать, чем плоха диктатура, тогда мы на эту тему и поговорим. Вообще диктатура, она всегда либо большинства, либо большинства. В данном случае я уверен, что мы большинство против распространения запрещенных веществ. Поэтому мы большинство хотим диктовать одной дириге, которая хочет стать президентом, рвется буквально к власти. И ей пофигу на страну, она готова свести полнаселения страны с ума и посадить на вещества, лишь бы добиться своего стать президентом. Поэтому диктатура, в данном случае большинства, это не плохо, а хорошо. Всем удачи, друзья. Подписывайтесь, ставьте комментарии, лайки, репосты, пишите там гневные комментарии, спойте, что хотите, делайте. Распространяйте, в общем, эту информацию всеми доступными способами. Подписывайтесь на мой частный телеграм-канал, я там обсуждаю как раз таки дело Бишембаева, доказываю, что это все фейк. И это уже превратилось, уже превратилось в антироссийскую пропаганду. То есть дело Бишембаева, там этот Айбек сумасшедший, наглухо, поехавший ЛГБТшник, кстати говоря, уже превращает в антироссийскую пропаганду. Просто вообще дичь какая-то. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова